Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Мы с вами продолжаем учиться в нашей телевизионной академии на грядках. И помогает нам в этом, как всегда, Елена Сергеевна Цилютина, руководитель клуба Академии на грядках Дворца культуры нефтехимиков. Здравствуйте, уважаемая Людмила Васильевна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! – Елена Сергеевна, ну вот давайте сегодня попробуем ответить на вопросы, которые пришли от телезрителей. Ну вот сейчас мы с вами находимся в теплице, где растут у вас перцы. О них мы еще не говорили. И вот по поводу перцев тоже очень много вопросов, потому что, в общем-то, это непростая культура, наверное, да? Не так просто выращивать, научиться выращивать перцы, правда? – Я не совсем согласна с вами, Людмила Васильевна, так как перцы – культура несложная. Выращивать ее не сложнее, чем там томаты, баклажаны и другие культуры. Единственное, что требуется подобрать такие сорта, которые хорошо растут именно в нашем регионе. И, на мой взгляд, основное, когда мы правильно вырастили рассаду. Если рассада выращена хорошо, то уже дальше проблем бывает очень мало. Но, Людмила Васильевна, я задам вопрос, который задают мне. Очень часто, когда высадили перцы, рассада была прекрасная, и перцы все пожелтили. Что с ними теперь делать надо? Ну, причин в том, что пожелтили растения перцев много. Первая причина – я всегда говорю о том, что корневая система у перцев восстанавливается плохо. И если перцы посадить очень рано, почему-то принято, что чем раньше посадишь, тем раньше получишь урожай. Это же ведь совершенно неправильно. Потому что растение в горшочках должно расти, ну, самое большое – 60 дней. Даже это немножечко многовато. Лучшая рассада – 45-50 дней. И если ее начали выращивать в феврале, корневая система отмирает, восстанавливается она плохо. И первый урожай можно получить не раньше, чем начало августа. И то он будет очень слабый. Это первая причина. Вторая причина, почему пожелтели растения – потому что посадили в холодную землю. Вот когда высаживают рассаду в холодную землю, корневая система не работает. А даже есть и прекрасная… Хорошо выращенная была рассада. Да, и рассада хорошая, и земля хорошая. Но есть и почва. Температура почвы ниже 15 градусов. Питательные вещества не поступают через корни, и растение не развивается. И тогда мы по внешнему виду видим, что растение все пожелтело. Пока не будет тепло, совершенно бесполезно чем-то подкармливать. Можно сверху закрыть. Ну, а грилом там чем угодно. Но если почва холодная и нет подпочвенного обогрева, то это совершенно уже бесполезно. Поэтому надо подождать, пока земля прогреется. Как только мы видим, что макушечка начинает зеленеть, здесь можно растения подкормить. Можно подкормить азотными удобрениями. Из азотных удобрений лучше всего, конечно, это аммиачная селитра. Подкормите аммиачной селитрой 2 столовые ложки на 10 литров воды. Под каждый кустик можно налить не больше, чем по пол-литра. Не забудьте, что перед тем, как подкормить растения, надо обязательно почву полить. Только после этого можно подкармливать. Ирина Сергеевна, ну вот вы сказали про подпочвенный обогрев. Вот у вас есть такой подпочвенный обогрев? Есть, Людмила Васильевна. У нас подпочвенный обогрев – это навоз. Вот мы обязательно перцы, обязательно баклажаны мы выращиваем на навозе. Он загорается, и мы высаживаем. Но вот посмотрите, у нас осенью большое количество имеется ботвы. Ботвы, помидор, перцев, баклажаны. Их куда-то же ведь надо девать. То есть это с осени вы готовите. Поэтому с осени мы выбрасываем вот это вот все содержимое вот этой вот грядки. Что здесь было, да? Это будет уже передной. И даже те, кто не могут привезти навоз, это не обязательно. Вы можете положить всю ботву, а весной вот то, что вы вытащили из грядки, это одна органика. Вот эту вот органику вы кладете сверху. Вот вам и подпочвенный обогрев. Быстрее прогревает. Только не забудьте, что землю надо положить не осенью, а весной. Осенью убираем землю, закладываем всю ботву, которая у нас имеется. А весной вот эта вот органика, которая у нас весь перегной, компост, который у нас получился, мы кладем сверху. И у нас растения растут на одном компосте. Получается, что питательных веществ им всегда больше, чем достаточно. То есть достаточно, да? Конечно, достаточно. Самое главное – это хороший полив. Перцы любят. Очень хорошо, чтобы их поливали. Сейчас на улице уже тепло. Земля прогрелась. Она, наверное, уже и выше 20 градусов. И поэтому растения начнут хорошо расти. Но, конечно, урожай мы уже потеряли. Чуть-чуть попозже будет, да? Конечно, он будет попозже. А так как лето у нас короткое, то полностью урожай мы не сможем получить до сада. Ну, вот опять мы стремимся к тому, чтобы раньше получить урожай. Не надо, не надо. Совершенно не надо. Надо вот когда мы высаживаем грунт, отсчитать 60 дней и только после этого сеять на рассаду. Елена Сергеевна, у вас в теплице растут перцы. Есть разница между выращиванием в теплице и в открытом грунте? Разница есть в сортах. Дело в том, что перцы, как и другие растения, бывают детерминатные и индетерминатные. Индетерминатные – это когда непрерывный рост. Если мы, допустим, зайдем в эту теплицу через 1-2 недели, они будут уже вот такой вот высоты. Они растут непрерывно. Такие перцы выращивают только в теплице. Во-первых, они по срокам созревания попозже, чем детерминатные. Детерминатные – это кустовые перцы, которые, допустим, заканчиваются не продолжением листиков, а продолжением уже все, кустик у вас в одних перчиках и нет продолжения роста. Поэтому вот такие вот скороспелые детерминатные перцы мы выращиваем в открытом грунте, а в теплице выращиваем более поздние. Есть разница между индетерминатными и детерминатными в том, что детерминатные кустовые перцы мы не формируем. Они у нас растут кустиком. И все. А вот индетерминатные – их надо обязательно формировать. Иначе будет очень много зелени и очень мало перцев. Как правильно сформировать перец? Вот он доходит у нас, вот первое разветвление. У первого разветвления имеется коронный бутон, который удаляют уже… Вот здесь уже немножечко что-то еще выросло, но его удаляем мы уже в рассаде. Его ни в коем случае не должно быть. Многие считают, что ничего страшного, можно получить первый урожай, более ранний. Если вот этот коронный бутон оставить, то следующие перцы наливаться будут очень плохо. Абсолютно все пасанки, вот пасанки – это между листьями, их тоже удаляют обязательно, как только они появляются. Нижние листики уже потихонечку начинают желтеть, поэтому постепенно удаляются и нижние листья. Самое сложное, как правильно сформировать куст перцев. Вот посмотрите, у нас идет разветвление, и перец идет в два стебля. И каждый раз вот у нас появляется перчик, перчик между разветвлением, и идет опять в два стебля. Если мы будем пускать абсолютно все вот эти вот стебелечки, они будут разветвляться, куст будет большой, и они не успеют сформировать перцы, и они будут опадать. Поэтому вот посмотрите. Вот у нас находится один перец, который мы смотрим, он уже растет, и идет разветвление. Вот очень сильный побег, а вот это побег слабый. И вот этот слабый побег мы удаляем. Мы оставляем только цветочек и удаляем побег. Не бойтесь удалять побег. Жалко. Нет, ничего жалочно. И его выбрасываем. Точности также посмотрите, вот второй. Вот видите, вот это более сильный, вот это слабый. Вот этот вот слабый побег, он может просто даже не завязать перчик, не хватит у растения силы. Поэтому мы его берем и удаляем. Видите, как у нас хорошо получается? Осветляется. Точности также мы делаем и на втором. Здесь вот пока у нас уже, вот видите, вот этот более сильный побег, это побег более слабый. Мы его удаляем. Вот он, как бы пасынок. И вот у нас получается разветвленное растение. Дальше у нас опять идет продолжение. Вот этот вот будет более сильный, вот этот вот более слабый. Более слабый побег, особенно вот здесь вот мы уже видим, что вот этот вот идет дальше, а вот этот вот слабенький внизу. Мы его удаляем, оставляем листик и оставляем один цветочек, из которого впоследствии будет у нас плод. Ну, Елена Сергеевна, это, по-моему, очень сложно, но, наверное, этому надо учиться, иначе не вырастим урожай. Людмила Васильевна, наша же цель не получить много листьев, а наша цель получить большое количество плодов. Плоды у перцев завязываются очень быстро. Если правильно сформировать, то уже через 2-3 недели у нас будет плодов перцев в изобилии. Елена Сергеевна, а вот какой еще уход нужен за перцами? Ну, перцы надо обязательно поливать. У перцев небольшая корневая система, поэтому требуется большое количество влаги. Верхний слой только подсох, старайтесь поливать. Конечно, переливать ни в коем случае нельзя. Должен быть хороший дренаж. Если дренаж хороший, то вода уйдет более глубже, страшного ничего нет. Но перец плодоносит длительное время. Вот он сейчас у нас уже скоро будет, будем снимать уже здоровые, нормальные перцы. А для этого им должны быть питательные вещества. Поэтому перец обязательно нужно подкармливать. Самое лучшее удобрение для перца – это акварин марки 8. Он задерживает достаточно количество азота, а перец нуждается обязательно в азоте. Поэтому один раз в 10 дней, после того, как мы полили наши растения, 2 столовые ложки на 10 литров воды. Это на протяжении всего лета? Да, на протяжении всего сезона. И под каждое растение мы добавляем по пол-литра. Вы говорите, что вот на протяжении всего сезона, конечно. Вот когда ранней весной перцы очень теплолюбивые, если земля немножечко прохладная, я уже говорила о том, они могут пожелдеть, но зато глубокую осенью они даже меньше подвержены всевозможным похолоданиям, чем... То есть не боятся мороза. Да, не боятся мороза. Их можно и прикрыть, и они у нас плодоносят до середины октября. А вот вредители какие-то есть у перцев? И болезни какие? Ну вот перец как-то меньше, чем остальные культуры поражаются и вредителями, и болезнями. Ну и из болезней очень опасно это верцелезное и фузерезное увядание, но это бывает только тогда, когда земля очень заражена всевозможными болезнетворными грибами. Но я уже повторяю, если земля неважная, обязательно положите, даже если вы высадили растение, под каждое растение одну-две таблеточки глиокладина. Многие этот препарат уже хорошо знают. Очень сильно поражается перец тлей. Особенно он поражается тлей во время выращивания рассады. Поэтому в теплице немногим можно обрабатывать. Лучше всего, конечно, это фитоверм. Если фитоверма нет, то можно обработать актеликом. Елена Сергеевна, а вот как по внешнему виду можно понять, нуждается в чем-то растение или оно здоровое? Вот обратите внимание, вот этот вот куст. Чуть-чуть светлее макушка, чем нижние листья. И такое чувствуется растение очень хорошее, очень мощное. А вот рядом растет растение. Посмотрите, листочки немножко желтоватые. Это первый признак того, что растению не хватает азота. Поэтому его обязательно нужно подкормить. Может быть, сейчас одним азотом, одними там азотными удобрениями не стоит подкармливать. Надо подкормить в комплексе. Очень хорошо делать внекорневые подкормки. Вот, допустим, не хватает азота, можно сделать мочевиной. А лучше всего сделать кальциевой селитрой. А можно вообще просто сделать акварином марки 8. То есть это побрызгать? Да, просто побрызгать. Снизу, да? Да, потому что все устицы находятся снизу листика. Они впитывают все питательные вещества. Подольше могут находиться продукты питания на нижней стороне листа. Примерно там до 12 часов. Поэтому сделать надо это или в пасмурную погоду, или вечером. Елена Сергеевна, вот только что показывали вот этот здоровый кустик. Он требует тоже формирования, да? Конечно, конечно. Это не сформировано. Это новый у нас в этом году только перец. Рассчитываем на то, что он очень хороший. Он называется Никита. И здесь мы точности также формируем. Вот видите, идет продолжение. Вот это вот мы убираем. А вот этот остается. А вот этот у нас остается. Убираем как? Я еще раз повторяю. Оставляем цветочек, оставляем листик, а второе мы убираем. Вот идет разветвление. Вот идет цветочек. Вот этот более сильный, да? Да, сильный. А вот этот вот рядом мы убираем. Убираем и выбрасываем. Самое главное, не жалейте. Сформируйте. Будет очень хороший урожай. Ирина Сергеевна, ну я думаю, что с вашей помощью мы научимся это делать. Обязательно научимся и обязательно будем выращивать хороший урожай перцев. Ирина Сергеевна, еще задают вот такой вопрос. Сейчас в городе очень много деревьев опутанных паутиной. Что это такое? Что это и на участках, вот на многих тоже. Что это за бедствие? Ну это бедствие, по которому задают такое количество вопросов. Это горностаевая моль. Мы уже с ней столкнулись в таком количестве в прошлом году. А в этом году, наверное, ее еще больше. Потому что в городе совершенно не проводились достаточно хорошие обработки. Это надо было делать еще в прошлом году. А так как она развивается, ведь это гусеница, которая уходит у нас. Обратите внимание на то, что вот мы уже увидели, когда примерно одна ветка поражена. Но если бы мы не обработали, и у нас бы прошло там один-два дня, вот это вот все дерево превратилось вот в такую, уже полностью пораженное это горностаевой молью. Елена Сергеевна, а вот дерево после этого погибает? Ну, дерево после этого не погибает. А в августе, как говорят у нас крупные наши ученые, что в августе появляются листочки, и дерево отрастает. Ну что значит в августе появятся листочки? Ведь дерево не подготовится к зиме, и если оно отрастет, то это будет очень ослабленное дерево, которое зимой может просто погибнуть. Поэтому, как бороться с этим нашествием горностаевой моли? Рано весной, когда только появляются почки, обязательно дерево надо обработать. Но это для профилактики. Это не для профилактики, это просто надо для того, чтобы убить ее. Ведь она уходит у нас сейчас на зимовку, на коре деревьев, остается на зиму. И ранней весной из-за кукленной вот этой вот горностаевой моли появляются бабочки, которые вначале начинают летать. Когда начинает дерево цвести, откладывает яйца, и появляется новое поколение. Вот видите, вот это вот поколение, которое пожирает наши деревья. Поэтому обработку надо обязательно проводить дважды. После того, как появились почки, и после того, как она начинает летать, обязательно обработать все деревья. Есть прекрасный препарат Кинмикс. Достаточно им обработать, когда мы полностью уничтожаем вот эти вот все гусеницы. Сейчас уже появились сообщения, что начинают есть и капусту, что полностью гусеница, но это, скорее всего, белянка, съедает капусту. Поэтому, как только появляется, мы видим, появляется бабочка, обработайте вот этим препаратом. Препарат разрешенный. Два с половиной здесь ампулка, два с половиной миллилитра на десять литров воды. Елена Сергеевна, ну в одну передачу все невозможно про все рассказать. Где можно про все узнать, если у нас появились вопросы, где это можно вам задать? Ну, по многочисленным просьбам наших садоводов-любителей, я буду проводить консультацию каждый четверг около Малого зала Дворца культуры и нефтехимиков с 17 до 18 часов. Приходите, я вас жду. До свидания, уважаемые телезрители. Спасибо, Елена Сергеевна. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова